Добро пожаловать в лучший район Валенсии. Лучше по моему мнению и по мнению тысяч людей. Если вы ведете в Google лучшие районы Валенсии, даже рекомендую сказать на испанском языке, вы увидите множество статей и всегда-всегда в списке будет район El Pla del Real. Этот район состоит из нескольких частей. Экспозицион, Местае и Хайме де Ройк. Сегодня мы посмотрим основные интересные места в каждом из них. Начнем наше путешествие с главной достопримечательности нашего района. Я, кстати, живу именно в этом районе, буквально в 100 метрах от этого места, где я сижу. Итак, мост Экспозицион имеет одноименное название с нашим кварталом. Квартал называется Экспозицион. Чем примечательно это место? Если вы обратите внимание на конструкцию, то, возможно, она вам что-то напомнит. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вам напоминает, с чем ассоциируется этот мост. Как-то я проводила опрос в своих социальных сетях и люди предложили множество интересных вариантов. Даже был скелет динозавра. Интересно узнать ваше мнение. Ну, а я спешу дать вам правильный ответ. Сам архитектор, когда предложил дизайн этого моста, вдохновился праздником Лас Фае. Самый известный фестиваль в городе Валенсии. Один из крупнейших в мире. Так вот, девушки имеют традиционный наряд. И если обратите внимание на их прическу, они носят такой гребешок. Поэтому этот мост также называют Эль Пуэнте де ла Пейнета. Этот мост обошелся налогоплательщикам. В Валенсии в 36 миллионов евро. Как считаете, творение Калатравы стоило таких денег или нет? Еще одно творение Сантьяго Калатраво. Эль Пуэнте де лас Флорис. Мост цветов. Круглый год здесь цветут цветы. Интересный факт, что когда Валенсию посетил Папа Римский Бедедикт 16, все цветы были бело-желтого цвета. Такие же, как флаг Ватикана. Кстати, вы знаете, что в гимне Валенсии упоминается, что Валенсия это земля цветов. Ну что, начинаем наше путешествие. Сейчас мы посмотрим, как живут местные люди в этом районе. Какие плюсы и минусы для жизни вы можете найти для себя. Мы посетим улицы университетов. Посмотрим, что здесь есть для деток, для взрослых. В общем, давайте смотреть. Хватит разговаривать. Валенсия это не только пляжный отдых. Прежде всего, это культурный отдых. Потому туристы, когда приезжают сюда, составляют себе список музеев для посещения. Если вы из таких людей, обязательно включите военный музей в список ваших мест для посещения. Он посвящен истории испанской армии и военной истории, в принципе, нашего солнечного королевства. Выставочный центр наполнен оружием, различными предметами и свидетельствами, которые связаны с историей испанской армии. Они показывают военную традицию широкой публики. Музей состоит из двух этажей, различных выставочных залов и дворов. В музее вы найдете оружие, которое посвящено различным эпохам. На первом этаже вы найдете оружие, которое особо было популярно во время гражданской войны в 1936-1939 годах. Во дворах крупная техника военная, а на втором этаже много интересных моделей, макетов крепостей, униформа. В общем, опять же, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Обязательно приходите, тем более, что вход обычно бесплатный. Это один из самых безопасных районов в городе, но все же, согласитесь, неплохо иметь отделение полиции, которое работает круглосуточно и всегда готово вам помочь. Также я вам оставлю номер телефона на английском языке, куда можно позвонить по графику, который вы увидите на экране. А как же пляж, спросите вы? Отсюда до пляжа, сейчас смотрю по гугл-карте, 5,7 километров, то есть пешком 54 минуты. На машине всего 15, а если вы воспользуетесь автобусом, то 29 минут. В принципе, прогуляться час здесь несложно. Можно идти по Тиньку, по красивым частям города, но, конечно, машиной воспользоваться проще. Кстати, посмотрите мое видео про пляжи Валенсии. Там я сказала одну интересную особенность, в чем нужно быть осторожным, если вы не пользуетесь платным паркингом. Это важно. Мы жили в Валенсии несколько лет до того, как переехали сюда. Я тщательно изучила каждый из районов, выписывала плюсы и минусы для себя. И в этом месте, мне кажется, практически нет никаких минусов. Здесь все красиво, комфортно. Развитая инфраструктура. У нас буквально в 5 шагах все необходимое. Просто ты гуляешь по своему району, и все красиво. На каждом шагу статуи, красивые деревья, цветут апельсины. В другое время другие деревья. Я просто в восторге. Мы живем в этом районе уже более года. И я с каждым днем все больше влюбляюсь в это место. Если вы воспользуетесь возможностью видеть город с экскурсионного автобуса, вы также можете выйти на Аламеде в нашем районе экспозицию. Палау Аламеда. Одно из самых модных мест Валенсии на протяжении многих лет. Вечером здесь собираются испанцы, довольно состоятельные, чтобы выпить по коктейльчику, встретить старых знакомых и пообщаться. Каждый вечер здесь какая-то тусовка. Отель Вестин. Престижное место, где собираются бизнесмены и люди, которые знают цену комфорта. И расположился отель в историческом здании, которое было построено в 2021 году. Раньше это была фабрика по производству шерсти. Кстати, если вы ищите хорошее место, где провести совещание или мероприятие, вы можете арендовать здесь конференц-зал. Я, как участница бизнес-клубов, была здесь уже много раз. Мы отмечали Новый год и проводили другие мероприятия. Одно из преимуществ – классный спортзал. Сразу скажу о его минусах. Не рекомендую сюда записываться, потому что свободных мест нет. Мы сюда ходим и по полчаса ждем, когда освободится тренажер. Но спортзал классный. Здесь есть бассейн, спа, классные тренажеры, вид на город, террасы, где можно попрыгать на скакалке, позаниматься спортом. Также есть групповые активности. Есть все, но реально один минус – они не контролируют количество посетителей. Поэтому вы можете долгое время ожидать. Если групповые занятия вы записываетесь в группу, но если это просто посещение в зале, то можно тратить длительное время, просто ожидая своей очереди, что очень некомфортно. Для ориентира о стоимости посещений спортзала в Валенсии скажу на примере этого. Если вы посещаете только в дневное время, то стоимость около 27 евро. Если в любое время дня, то около 50 евро в месяц. А если это семейный абонемент, то, если не ошибаюсь, 57 евро за двух взрослых и, может быть, ребенок до 18 лет. Цены, конечно, могут меняться немного, но плюс-минус для ориентира цены такие во всех спортзалах Валенсии. Позади меня вы можете видеть дворец Экспозицион. Эль Палащио дала Экспозицион. Здесь проводятся различные мероприятия, выставки и так далее. Интересный факт. Говорят о том, что это здание было построено всего за 70 дней. Об этом пишут достоверные испанские источники. Если вдруг я ошибаюсь, исправьте меня в комментариях. Но я на всех источниках нашла такую информацию, как можно было построить такую красоту всего за 70 дней в 1910 году. Одно из мест, где вы можете получить прописку, то есть регистрацию по месту жительства Валенсии и электронный сертификат. Кстати, у нас есть такие услуги, как помощь в получении прописки и получение электронного сертификата. И то и другое сделать очень просто. Если вы цените свое время и оно стоит дороже, чем наше, обращайтесь, поможем. Один из древнейших оздоровительных центров Валенсии также находится в этом районе экспрессион. Называется Бальнярио де ла Аламеда. К сожалению, уже некоторое время этот центр закрыт. Санитарная служба обнаружила здесь некие несоответствия нормам и закрыла его. Но руководство не согласилось и подало в суд. Надеемся, что дело скоро разрешится и мы снова сможем оздоравливаться здесь. Если все-таки придете сюда, помните о том, что ключевая изюминка этого места это магниевые ванны. БМВ или Мерседес? Что вам нравится больше? Какой бы ни был ваш ответ, для вас хорошая новость. В этом районе есть автоцентры как БМВ, так и Мерседес. Если вдруг случилась такая оказия и у вас сломалась стиральная машинка или нужно высушить белье, здесь есть постирочное самообслуживание. В прошлом году у нас, наверное, два месяца подряд было пасмурно и шел дождь. И высушить белье было крайне проблематично. Мы приходили сюда сушить некоторое одеяло, белье и так далее. Очень удобно. Майсталия – это футбольный стадион Валенсии. Конечно же, все фанаты футбола знают о нем. Потому что это домашний стадион клуба Валенсия. И он имеет четвертую высшую категорию UEFA. Вмещает 55 тысяч зрителей. Только представьте себе, какой шум и гамма стоит, когда проходят футбольные матчи. Основной минус, кстати, жизни в этой части – то, что, во-первых, шумно. Также здесь вертолеты могут летать во время матча. И просто нереально с паркингом. Кроме того, если вы поставите машину на паркинг, который сейчас доступен, но во время футбола все меняется. И даже те места, которые разрешены для паркинга, резко становятся запрещенными. И, например, оставили вы машину в среду, в четверг футбольный матч, и в четверг эвакуатор увез вашу машину. В нашем случае такое было. И такое удовольствие нам стоило около 200 евро высвободить нашу машину со штрафстоянки. Если хотите увезти с собой на память воспоминания о футбольном клубе, о Валенсии, вы можете зайти в сувенирный магазин, который находится неподалеку от стадиона. Сегодня, к сожалению, он закрыт, потому что очередной какой-то выходной день в Испании. Расскажу одну душевную историю. Когда вы войдете в стадион Местая, на одном из сидений вы увидите памятник, который посвящен болельщику футбольного клуба «Валенсия». Он всю жизнь приходил и очень активно болел. И даже когда он ослеп, он приходил туда и со своим сыном, и сын в деталях пересказывал ему, что происходит на футбольном поле. Валенсийцы прониклись этой историей и после смерти поставили памятник, который сегодня напоминает о полной отдаче валенсийцев в поддержку своей футбольной команды. Айвенида Бласко и Баньес – обитель университетов Испании, университетов Валенсии. Здесь наибольшая концентрация, мне кажется, учебных заведений. Кстати, мы переехали в Валенсию именно потому, что я видела большой потенциал в сфере развития услуг по образованию. И сейчас наши услуги преимущественно – это услуги, связанные с языковыми школами, университетами и бизнес-школами. Поэтому мы живем рядом со всем этим богатством. Я бы так сказала, что может быть лучше, чем учиться в престижных заведениях. Кстати, учиться здесь совсем недорого – всего несколько тысяч евро. В зависимости от специальности курс может стоить полторы-две тысячи евро или даже меньше. Какие факультеты вы можете здесь найти? С вашего позволения воспользуюсь подсказкой на сайте университета. Итак, факультет медицины и одонтологии, географии и истории, психологии, философии, филологии, перевода и коммуникации, физической подготовки и физиотерапии. И это далеко не весь список. Как обстоят дела с транспортом? О метро мы уже сказали, в других сферах тоже все отлично. Автобусные остановки на каждом углу с любой стороны дороги. Добраться можно в любой конец города. Не хотите автобуса метро? Приезжайте на велосипеде. Припаркуйте здесь. А вот с паркингом для автомобилей дела обстоят немного хуже. Давайте поговорим о ценах на паркинг. Если вы будете пользоваться арендой паркинга, то в этом районе в среднем вам обойдется 100-140 евро в месяц арендовать одно парковочное место на машину обычного размера. На маленькую машину можно найти за 80-100 евро иногда. Если знаете предложение паркинга, пишите в комментариях. Я знаю, многие люди постоянно в поисках хорошей возможности. Где местные жители гуляют с собаками? А вот прямо здесь, где мы с вами гуляем. Если кто-то из животных сделал свое дело, хозяин надевает перчатку, берет содержимое в пакетик и выбрасывает. Если хотите немного больше комфорта, отправляйтесь в парк либо в Турию, либо в парке Лос Виверес, который вы скоро увидите. Но, конечно, с собой все так же нужно иметь перчатку и пакетик. Без этого здесь никак. Вас могут оштрафовать. Ну, прям все идеально, скажете вы. Нет, не все. Есть здесь такой пятачок напротив автобусной остановки, где цыгане периодически устраивают свои сборки. Я абсолютно не против цыганей, причем, что это коренное население в Испании. Но просто дело в том, что они не убирают за собой. Вот они устроили свою тусовку какую-то, покидали фантики, бутылки и так далее. А дальше убирают муниципальные службы за деньги нас, налогоплательщиков. Один из популярных видов транспорта в Валенсии – это велосипед. Здесь можно взять в аренду. В среднем один день обходится от 7 евро. Либо воспользоваться таким сервисом – Valenbisi. В одном из видео я обязательно расскажу вам, как им пользоваться. Поэтому не забудьте подписаться на наш канал. Вторая станция метро в районе La Exposition – это Facultats. Если вы будете ездить в языковую школу в Испании, то вам выходить ближе всего здесь. Отсюда буквально несколько минут пешком. Напомню о том, что если вы покупаете с нами годовой курс в языковой школе, любой школе в Испании, оформление студенческой визы и все наши сопутствующие услуги – абсолютно бесплатно. Помимо государственных госпиталей, которые одни из лучших в Валенсии, здесь есть частные и в том числе скорая помощь, которая работает круглосуточно, что особенно важно для семей с детками. Летом и зимой, днем и ночью вы можете обратиться за скорой помощью здесь, сюда, в Кирон, в Валенсии. Как работает скорая помощь в Испании? Она приезжает по вашему вызову на дом только в супер экстренных ситуациях, когда инфаркт оторвало руку-ногу, человек физически никак не может добраться. В остальных случаях нужно добираться в ближайшее отделение Орхенсия с той скорой помощью самостоятельно. У ребенка температура, заболел живот, любая ситуация, которая требует помощи сейчас и не терпит того, чтобы посетить доктора через несколько дней, приведет вас сюда. Сюда приезжают люди со всего города, но, тем не менее, очередь бывает довольно редко. Обслуживание быстрое, особенно если вы приедете сюда в выходной день или как можно позже вечером, потому что утром, конечно же, много родителей с детками. Керон – это медицинская сеть, она самая большая в Испании, и даже, к моему удивлению, она занимает первое место по уровню обслуживания. Потому что, когда мы жили в Таревьехе, я Керон считала, ну, такой, скажем, третьей сортной больницей, потому что обслуживание, по моему личному мнению, там было не очень. В Валенсии Керон меня переубедил, здесь мне все нравится. И у Керона по всему городу множество отделений. И это разные корпуса, например, педиатрия находится вот здесь, немного дальше от главного корпуса, который идет по Бласко и Баниес. Также, если вы ведете в Google отделения Керона, то увидите, что они разбросаны по всему городу, но преимущественно они находятся в центре. Обратиться в такие госпитали можно двумя способами. Либо как частный клиент, то есть вы будете оплачивать за каждый визит, за каждый анализ и так далее. Либо приобрести страховку и просто на ресепшене потом показывать вашу страховую карту клиента и получать все all-inclusive, все бесплатно. Мы работаем с основными страховыми компаниями в Испании. Поможем подобрать вам оптимальный вариант согласно вашей задаче, без никакой комиссии и доплаты. И что важно, на протяжении всего действия полиса у вас будет наша заботливая поддержка. Вы можете писать нам по всем вопросам, мы можем разобраться с частной медициной и любыми сложностями, которые могут возникнуть у вас с пользованием вашим полисом. Еще один университет в нашем районе, на этот раз частный. Кстати, он входит в пятерку лучших частных университетов Испании по рейтингу El Mundo. Одно из главных преимуществ нашего района – это зеленые зоны. Здесь три самых классных парка в Валенсии – Los Viveros, Turia и Jardines de Montfort. В парке Los Viveros проходит огромное количество мероприятий. Сюда приезжают концерты, устраивают дискотеки. Зимой закрывали парк и сделали вход платным. Установили иллюминацию, было все красиво, но тем не менее вход стоил 15-20 евро. Это было значимо, скажем, и было удивительно для нас, как можно было закрыть городской парк и сделать вход по такой цене. Но украсили, спасибо, молодцы. На это есть бюджет, есть налогоплательщики, но нет, это был платный вход, причем по существенной цене. Отличное место для романтической, либо для семейной прогулки. Здесь есть попугайчики, которых также можно покормить чем-то аккуратненько. Мы даже их гладим по голове иногда, они довольно ручные и хорошо идут на контакт. Кстати, попугаи здесь не абы какие, а собраны из разных частей света, чтобы удивить и порадовать деток и взрослых. Пока дети общаются с попугайчиками, взрослые могут отдохнуть, выпить прохладной воды или, конечно же, как принято в Испании, уна сервеса или ун бино, пожалуйста. Здесь же в парке вы можете просветиться, отправиться в музей естественных наук. На первом этаже, то есть Бахо, вы найдете огромного динозавра. Дети обычно приходят просто в восторг. Узнавайте здесь, когда можно посетить бесплатно. Друзья, хотели вам показать, как все выглядит внутри, но сказали, что для видеосъемки нужно брать специальное разрешение у руководства. Поэтому можете зайти на сайт, посмотреть сами. По поводу стоимости билетов, 2 евро за вход, выходной в понедельник. Но лайфхак, если вы придете после 3 часов, то вход бесплатный. Гордость парка Лос Вейверус, черный лебедь, которого привезли прямо из Австралии. В этом же районе находится одно из самых дорогих зданий в Валенсии, Ла Пагода. Мы сняли о нем отдельное видео, которое вы можете просмотреть. Здесь есть квартира на продажу за миллион сто. Также у здания очень интересная история. Обязательно посмотрите наше видео. В этом районе три престижных школы. Рассказываем о них. Первая коллегию Сан Хосе де Каласанс. Это получастная школа, в которой дети проходят обучение до 18 лет. То есть инфантиль, примария, секундария и бачаирата. Большая часть обучения на испанском. Около 30% на валенсийском. От 3 до 8 часов в неделю предметы на английском в зависимости от ступени образования. Ежемесячная оплата обучения 50 евро в месяц. Также оплачиваются услуги психопедагогического и медицинского кабинетов. То есть 150 евро в год. Есть дополнительные расходы на школьную форму, обеды и учебные материалы. Вторая школа. Коллегию Саграда Курасон или Эсклавас. Это получастная школа, в которой дети проходят обучение тоже до 18 лет. То есть инфантиль, примария, секундария и бачаирата. Большая часть обучения здесь на испанском. Часть уроков на валенсийском. От 4 до 9 часов в неделю на английском. Также в зависимости от ступени образования. Ежемесячная оплата обучения 65 евро. Также оплачиваются услуги психопедагогического кабинета 44-45 евро в год. Медицинского кабинета 28 евро в год. И образовательная платформа Educamos 50 евро 30 центов в год. Дополнительные расходы, как всегда, школьная форма, обеды и учебные материалы. И третья. Primer Marques del Turia. Это государственная школа, в которой дети обучаются до 12 лет. То есть инфантиль и примария. Основная часть уроков на испанском. 35-40% уроков на валенсийском. На английском обычно проводят уроки музыки, физкультуры и сам иностранный язык. Еще одна языковая школа La Pagoda. Hispania и La Pagoda это самые популярные школы в Валенсии в центре. Мы также работаем с этой школой. И для вас при покупке курса либо оформление студенческой визы бесплатно, либо наша скидка 7%. Если вам нужно устроить ребенка в школу, обращайтесь к нам. Мы поможем устроить ребенка как в частную, государственную, либо получастную школу. Стоимость от этого не меняется. Что входит в нашу услугу? Мы подбираем школы по вашим критериям. Так, чтобы и ребенок соответствовал школе, и школа соответствовала вашим пожеланиям. Помогаем заполнить все бланки на испанском языке и так далее. Проводим консультацию и сопровождаем школу. С нами вы можете посетить три школы. Далее вы определяетесь с выбором, и мы уже проходим всю процедуру регистрации вместе. Испанцы довольно религиозные. Каждое воскресенье мы видим множество людей, которые отправляются на молитву. Все банки, которые могут вам потребоваться, тоже находятся здесь. Есть ББВА, Сантандер, Абанка, Акамар. Мне кажется, все банки основные, которыми пользуются местные жители, находятся на этой улице у нас. Сегодня выходной день, и меркодона закрыта. Но обычно она работает до половины 10 вечера, что довольно удобно. Кроме меркодоны буквально в 5 минутах ходьбы находится консум. То есть возможность купиться у вас есть всегда. Кроме того, помимо супермаркетов, которые, как вы уже поняли, закрываются на выходные дни, есть магазин, который работает 365 дней в году. При этом работает до 11 вечера, что довольно необычно для Испании. А что же с недвижимостью, скажете вы? Давайте поговорим про стоимость недвижимости и об аренде. Как вы уже знаете, сам район делится на 3 квартала. И в зависимости от них стоимость немного отличается. Если мы говорим среднюю цифру по всему району, стоимость 2770 евро за квадратный метр при покупке. Разобьем давайте по районам. Там, где мы находимся, экспо Сичьё 3104 евро за квадратный метр. Мне действительно повезло жить в лучшем районе города, причем по очень выгодной цене. Дальше, Хаумеройк 2572 и Местая 2815 евро за квадратный метр. Я вам оставлю ссылочку на Идеалиста, где вы можете в режиме реального времени отслеживать аналитику изменения цен. Потому что вы можете разное читать в соцсетях и так далее, но нужно доверять фактам. Переходите и все увидите сами. Что касается аренды, она выросла в среднем на 6,5% с прошлого года. Кстати, недвижимость в стоимости также примерно выросла на этот процент. И в данном случае составляет около 1200-1300 евро за квартиру здесь. Но проблема в том, что по любой стоимости здесь довольно проблематично встретить варианты. Потому что люди не хотят уезжать, если они уже купили, то живут сами. А если такая возможность выпала арендовать квартиру, то люди остаются на многие годы. Поэтому предложения по аренде будут очень немногочисленные. Можете прямо сейчас перейти на Идеалисту, вести этот район и, скорее всего, вы увидите буквально несколько вариантов. Сеть бургеров Хандрид. Действительно местная достопримечательность, потому что здесь классные бургеры. Кстати, один из бургеров выиграл первое место по вкусовым качествам по всей Испании. Ежегодно в Испании проводят конкурс на лучший бургер. И вот Хандрид был чемпионом. Магазин работает с понедельника по воскресенья, то есть каждый день с 8 и до 11 вечера. Выбор продуктов как в мини-маркете. Есть все немного дороже, чем в Меркатоне. Но, тем не менее, выручает выходные дни либо поздно вечером, если вы не успели в обычный супермаркет. Еще одна классная сеть, буквально напротив Хандридс, которая называется De Empanadas. Это аргентинский empanadas. И такие пирожки с различной начинкой запеченные. Очень вкусные. Если будете заказывать, не забудьте попросить отдельно аргентинский соус. Его принесут бесплатно, но без этого соуса empanadas будут не такие вкусные. А соус могут принести не всегда. Обязательно сами попросите. Давайте посмотрим, сколько стоит меню дня в этом районе, где все так классно. Вы удивитесь, но меню дня стоит 8 евро 90 центов. При этом включает десерт и напиток. Мне кажется, цена супер. Если согласны, поддержите меня в комментариях, пожалуйста. Ну, конечно же, все идеально быть не может. Несмотря на всю красоту и все прелести, в каждом районе есть свои минусы. Лично для меня минус в том, что здесь довольно шумно. Когда проходят праздники, с одной стороны это плюс. Лас-Фай, все фестивали, праздник к вам приходит, как говорится. Вы всегда в эпицентре событий. Вам не нужно ехать брать такси, чтобы посмотреть классный салют, который проходит на празднике. Вы всегда в самом эпицентре. Это действительно так. Но это, с другой стороны, и минус. Потому что довольно шумно. Когда проходят футбольные матчи и все праздничные шествия и так далее. Находиться дома не всегда комфортно. Особенно, если у вас маленькие дети, либо пожилые, которым нужно больше покоя. Здесь нужно понимать, что это центр города. Отсюда все вытекающие. Второй минус, наверное, присущ каждому большому городу. Это паркинг. Конечно, здесь много платных паркингов. Но нужно закладывать дополнительный бюджет на то, чтобы у вас была возможность спокойно, без нервов припарковаться. В среднем стоимость в этом районе около 100-120 евро, я бы сказала. Третий минус, но, наверное, не минус, а особенность для инвесторов, которые ищут возможности для высоколиквидных инвестиций. Так как стоимость недвижимости в этом районе довольно высокая, я бы сказала, что средний чек 350, наверное, тысяч плюс. То, соответственно, при вложении такой суммы отбить ее на аренде не так быстро и просто. Многие инвесторы предпочитают покупать взамен такой квартиры, 5-6 квартир в других районах города, сдавать ее и получать быстро свои дивиденды. Друзья, также, чтобы мое мнение не было однобоким, я пригласила свою сестру, которая поделится своим мнением о жизни в этом районе. Она расскажет, чем ей нравится этот район. Я живу в этом районе почти год. И сегодня я хочу рассказать о нескольких плюсах, которые мне нравятся в этом районе. Первый плюс – это то, что все расположено очень близко, буквально в пяти минутах ходьбы от моего дома. А также в этом районе очень много парков, где можно отдохнуть и погулять с друзьями. Чувствуешь себя здесь в безопасности? Мы часто поздно вечером возвращаемся домой. Да. Этот район, как по мне, очень безопасный в любое время суток. А добраться? Как бы ты оценила инфраструктуру? Добраться на автобусе, на метро? Как ты обычно добираешься куда? Обычно я добираюсь на автобусе. И это очень удобно, потому что автобус на остановке расположены очень близко. И также метро. Я пользуюсь метро не очень часто, но оно тоже очень удобно. Не страшно само метро в автобусе? Нет. Кстати, в Валенсии до 31 июля сделали бесплатный проезд для молодежи до 31 года. И чем еще один из плюсов Валенсии? Здесь постоянно проводят какие-то акции для того, чтобы декарбонизировать город. То есть, чтобы меньше водителей использовали свои транспортные средства, больше людей пользовались публичным транспортом. Поэтому, если вы будете пользоваться метро и автобусом, это будет очень приветствоваться. Всегда следите за актуальной информацией, потому что иногда есть либо вообще бесплатный проезд, либо большие скидки. Так, а скажи, как ты к праздникам относишься? Как ты Лас-Файс? Это же какой минус? Вот скажи честно, как тебе жилось в период Лас-Файс? Не очень хорошо. Было очень шумно. Мне не нравится. А футбол когда? Это тоже мне не нравится, потому что стадион находится буквально в двух минутах ходьбы, и это очень шумно. Да, мы слышим, кому забили гол, как и так далее. Но еще из минусов даже не знаю, что взять. У меня вот тоже это то, что шумно. У тебя что-то есть еще? Нет. Ну, на то мы порешили. Если вы живете в районе Эль-Пла-дель-Реаль, значит вы живете в непосредственной близости к парку Турия. И, кстати, этот район в принципе самый зеленый район города, потому что здесь три парка. Но если мы говорим о Турии, чем он так примечателен? Во-первых, это один из самых длинных парков Европы, потому что его протяженность 9 километров. Представьте себе прогулочку. 9 километров в одну сторону и 9 в другую. Здесь есть беговые дорожки, велосипедные и, конечно же, просто пешие зоны и зоны для отдыха. Кроме того, в парке для вас предлагают различные спортивные мероприятия и кружки, секции и так далее. Есть футбольное поле, волейбольное, столики для тенниса и так далее. Заскучать здесь буквально некогда. К тому же испанцы одна из самых спортивных нанций. И здесь, мне кажется, круглосуточно кто-то занимается спортом. И, конечно же, такой парк достоин целого видео, а не маленького эпизода в нашем текущем видео. Очень скоро на канале How to Spain вы сможете посмотреть интересное видео, где мы подробно расскажем о всех преимуществах и особенностях парка Турия. Друзья, поэтому не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить наши новые выпуски. На сегодня я вам говорю hasta pronto. До скорого! Я надеюсь, это видео было полезным для вас, всегда рада вашей обратной связи, справедливой критике, пожеланиям и замечаниям в комментариях. До скорой встречи!